Студенты о правильном выборе. В среду в Ивановском колледже культуры подвели итоги конкурса «Молодежь против наркотиков». Творческое соревнование проходило в два этапа. Сначала в каждом учреждении среднего профессионального образования определили фаворитов. Теперь лучшая работа здесь. Для нас важно, чтобы эта позиция неравнодушия, позиция активного противодействия, она передавалась именно еще и от равных к равным, от молодежи к молодежи. То есть внутри молодежной среды оформировался такой актив, который не приемлет наркоманию и готов активно противодействовать распространению этого негативного явления. На заключительный этап конкурса поступило около 70 работ. Среди них плакаты, стенгазеты, буклеты, а также видеоролики. Цель многих участников в этом году не напугать зрителя, а показать положительную сторону здорового образа жизни. Я бы, наверное, убрала большую часть шприцов, таблеток и серости и черноты из этих плакатов. Это не надо видеть молодежи, потому что именно это призывает, а мы от этого уходим. Поэтому мое мнение такое. Мы попытались в этом году показать не плохую сторону, именно того, от чего нас защищает эта выставка, а показать то, что могло бы быть у людей, если бы они отказались от наркотиков, алкоголя и вредных привычек в целом. Отдельная номинация конкурса – электронный плакат. Работы выполнены в графических редакторах. Оттого они удивительно четкие и яркие, чем привлекают к себе внимание. Как, например, этот плакат под названием «Витамины, которые продлевают жизнь». Я изобразила руку, на которой сыпятся витамины. Собственно, это хобби, там ролики и разные другие художественные предметы. А смысл, конечно же, чтобы многие подростки именно шли по правильному пути, чтобы они выбирали хобби, а не какие-либо плохие направления жизненные. Каждая из этих работ впоследствии займет свое место в образовательных учреждениях города. Кроме того, лучшие плакаты задействуют в мероприятиях, посвященных Дню борьбы с наркозависимостью. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.